Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале Экзогет. И отталкиваясь от текста Евангелия от Марка, 13 глава, 32 стих, мы зададимся важным вопросом. «Знал ли Христос о времени своего второго пришествия и кончины века?» Очевидно, что он знал знамения конца времени, потому что на Ильонской горе он рассказывает, перечисляет эти знамения, но знал ли он саму эту дату? Давайте прочитаем Марка, 13, 32. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». А как же Дух Святой? Неужели Дух Святой, который тоже Бог, тоже не знал? Тогда получается, что совершенный Бог — это только Отец, а Сын чего-то не знает, и Дух Святой чего-то не знает. Как нам ответить на этот вопрос? Ведь о Христе сказано, послание Колоссянам, 2, 3, что в нем, в котором, то есть во Христе, сокрыты все сокровища премудрости и ведения, и Дух Святой, который дышит, где хочет, и голос его слышишь, откуда приходит, куда уходит, не знаешь. Он научает, наставляет нас на всякую правду, как же он что-то может не знать, а только Отец. О чем речь? Во-первых, речь здесь идет о Сыне и об Отце. Но православное учение настаивает на том, что когда в молитве мы обращаемся к Отцу, мы имеем в виду и Сына, и Духа Святого, и наоборот. В Сыне два начала. Точнее, как Бог, Он безначальный, Он предвечно рождается от Бога Отца, как Сын. Бога Отца, и есть человеческая природа, зачатая в День Благовещения, рожденная в Вифлееме. Поэтому именно по человеческой природе Он чего-то может не знать, но не по Божественной. Такое решение нам предлагает свидетель Афанасий Александрийский. Это его трактат против Ариан. Читаем. Когда ученики спрашивали Его о конце, то слова Иисуса о том, что и Сын не знает о дне и часе, следует понимать, как произнесенное в отношении плоти, то есть человечества, с целью показать, что как человек Он не знает, потому что неведение свойственно людям. Однако, поскольку Он, Христос, вместе с тем и Слово, Бог, и грядущий, и судья, и жених, то Он знает, когда и в какой час придет. Подобно тому, как, став человеком, Он вместе с людьми испытывает голод, жажду, боль. Так вместе с людьми Он также не знает, как человек, но по Божеству, как в Отце сущие Слово и премудрость, Он знает, и нет ничего такого, о чем Он не ведает. То есть все, что имеет Отец, имеет и Сын. Все, что имеет Сын, имеет и Дух Святой, и Отец, и наоборот. Поэтому очень важно, когда мы сталкиваемся с такими текстами, которые не очень распознаются по смыслу, и это относится ко Христу, не надо забывать о том, что Он был не только истинным Богом, но и истинным человеком. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о наших беседах. И берегите себя.